Отдай! Кому говорят? Отдай! Продолжение следует... В ее структуре установлена общая штатная численность ведомства, перечень должностей, которым присваиваются классные чины. Одновременно внесены изменения и дополнения в некоторые указы, а также признаны утратившими силу нормы отдельных актов президента, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что в документе закреплены основные функции и задачи ведомства, правовой статус, а также полномочия генерального прокурора. Премьер-министр Казахстана Бакаджан Сагентаев раскритиковал регионы за проекты государственно-частного партнерства, передает Кастак. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в своем выступлении сказал, что Карагандинская область является лидером по заключенным договорам. Если мы дальше посмотрим, Тимур Муратович на стадии конкурса и подписания 0, разработка документации 0, трудно сказать, что Карагандинская область лидер. Нужно смотреть в комплексе, тогда выходит в лидера Восточно-Казахстанскую область. На стадии конкурса 64, разработка документации 20, с учетом заключенных договоров 96. А то, что договоры заключены и дальше никакой работы нет, откуда он лидер? Расрабился просто, рассказал Сагентаев. Ранее Сулейменов сообщил, что лидерами по количеству заключенных договоров являются Карагандинская 21, Костанайская 17 и Южно-Казахстанская область 13. При этом он отметил, что лидерами по объемам инвестиций по стоимости проектов являются Октябрьская область 16,6 млрд тенге и Астана 15,1 млрд тенге. Заочно осужденный на 20 лет лишения свободы и захищения средств финансового института экс-глава ВТА Банка Мухтар Аблязов согласился на сделку с властями Бельгии в обмен на получение гражданства, сообщает портал Dispatch Weekly. По информации издания, помимо гражданства, Аблязову предложили и иммунитет от преследования в обмен на его показания против казахстанских бизнесменов Патоха Чадиева и Алижана Ибрагимова, который обвиняется бельгийским законом в совершении уголовных преступлений. Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что проживающий на данный момент во Франции Мухтар Аблязов полагает, что скоро вынужден будет покинуть свое место проживания. Глава Национального банка Даниэр Акишев опроверг информацию о низкой доходности пенсионных накоплений казахстанцев, пишет Костак. В отношении того, что мы получили депутатский запрос, на наш взгляд, к сожалению, там оперируются цифры с разными периодами и общество введено в заблуждение. На самом деле приводится доходность пенсионных активов за 9 месяцев, а сравнивается с годовой инфляцией, что неприемлемо, сказал Акишев. При этом он напомнил, что на 1 октября текущего года размер пенсионных активов составляет примерно 7,5 трлн тенге. На счета вкладчиков распределен инвестиционный доход в размере 462 млрд тенге. Это соответствует 6,68%, при том, что инфляция за этот период времени составила 4,2%. То есть с начала текущего года обеспечена положительная доходность, уточнил он. Участников электронной торговли в Казахстане освободят от уплаты корпоративного индивидуального подоходного налогов, сообщил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. Передает Костак. Мы попытались дать толчок электронной торговле, а именно освободить от налогов лиц, кто занимается исключительно электронной торговлей. Эта поправка есть, сказал Даленов на презентации проекта нового налогового кодекса и поправок к нему сегодня в Сенате. При этом он отметил, что поправка дает освобождение от налогов в течение пяти лет. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. Средний ремонт городских дорог почти полностью завершен. Из запланированных 11 объектов незаконченным остается только один. Это дорога, ведущая к АЗХС. Как рассказали в городском отделе пассажирского транспорта и автодорог, работы планируется завершить уже на днях. Почти 30 километров дорог было построено и отремонтировано в Актубе и пяти прилегающих к сельских округах в этом году. Однако даже это, по сути, капля в море, потому что десятки улиц продолжают оставаться в плачевном состоянии. По среднему ремонту 11 объектов у нас, на сегодняшний день завершены 10 объектов, один объект остался на стадии завершения. Так, это дорога к АЗХС, на сегодняшний день на стадии завершения работы ведется. Также хотелось бы отметить, что у нас также средний ремонт переходящих объектов, это улица Нокина осталась. Там у нас осталось еще километра произвести устройство щебиономастичного асфальтобетона. Капитальным ремонтом в 2017-м охвачено 20 объектов, два из которых, улицы Карасай-Батыра и Мункеби, являются переходящими. Новые дороги в этом году появились в селах Кызылжар и Заречный, в районе Автоцона и Авиагородке, а также в микрорайоне Батыц-2 и других районов. Всего на все эти работы в 2017-м было выделено 2 миллиарда тенге, которые на сегодня полностью освоены. В Кызылжаре две автомобильные дороги завершены, дорога к автоцону завершена, завершены работы в поселке Заречный 1, улица Тополины, завершены работы по строительству автомобильной дороги в районе Авиагородок, детскому садику, завершены работы по строительству автомобильной дороги к школе в районе Батыц-2, это где детский садик Айлин. На сегодняшний день по строительству, по капитальному ремонту все объекты уже завершены. Поделились ведомстве и планами на ближайшее будущее. Так, в следующем году в Октюбе в полную силу займутся строительством путепровода по улице Арынова в районе Сельмаш. Это один из крупнейших запланированных объектов, который поможет решить проблему заторов в этом районе. Вместе с тем, в 2018-м начнутся работы по расширению улицы Маметовой с 4 до 6 полос. Осеткин Жалин, Алимжан Молдебеков, программа «Факт». Итоги 10 месяцев работы региона стали темой для обсуждения на расширенном заседании Политического совета Актюбинского филиала партии «Нуратан», которое прошло сегодня под председательством Акима Актюбинской области Бердбека Спарбаева. Глава региона отметил важную роль партии власти в решении множества поставленных главой государства задач. Сегодня в рядах членов партии «Нуратан» состоит 46 тысяч жителей области. Только в этом году их количество выросло на 7 тысяч. В регионе функционирует 435 первичных партийных организаций. Бердбек Спарбаев, открывая расширенное заседание Политического совета партии, остановился на том, как много задач стоит перед самой влиятельной политической силой страны и как успешно они реализуются. В целом, все поручения данные президентам, особенно в области развития экономики, как было отрежено средством массовой информации, мы на сегодняшний день с вашей помощью, с вашей поддержкой, можно сказать, 100% выполняем. Особенно, что касается промышленности, сельского хозяйства, строительства, привлечения инвестиций экономикам, развития малого и среднего бизнеса. Недопущение безосновательного роста цен – еще одно направление работы партийцев. В этой связи нарутановцы регулярно проводят рейды, проверяя цены на продукты питания и лекарства. В области один из самых низких в стране показателей по безработице, благодаря реализации госпрограмм, проведению ярмарок вакансий, трудоустройству молодежи. По дословным контролям нарутанцев строительства и своевременной ввода в эксплуатацию объектов в рамках государственной программы «Нерлжол» и «Нерлжер», ежеквартально члены депутатской фракции проводят рейды и заседания по контролю за целево неиспользуемых бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета и национального фонда. Берек Машпивович, по вашему поручению были созданы рабочие группы по мониторингу организаций, оказывающих услуг населению. Так, с начала года рейдовые мероприятия были охвачены центры обслуживания населения, налоговые, иммиграционные службы, поликлиники, школы, колледжи и их общежития. Кроме рассмотрения итогов деятельности партии за 10 месяцев текущего года в рамках политической, экономической и духовной модернизации страны, члены партии наметили новые цели, лейтмотивом которых по-прежнему является рост благосостояния граждан. Осеткин Жалин, Ажеслан Жбаев, программа «Факт». Предприниматели нашей области поделились впечатлениями о международном форуме, который на минувшей неделе прошел в Оренбурге. Октябрьские делегаты не только приняли в нем самое непосредственное участие, но и стали призерами конкурса «Бизнес-класс». В инфоцентре областного Акимата сегодня, в отличие от привычных конференций, цифры звучали редко. Все больше эмоций. Журналистам рассказали, как прошел форум в соседнем Оренбурге, как встречала российская сторона, делились приятными воспоминаниями и незабываемыми впечатлениями. Когда объединяешься с российской стороной, ты видишь, что предприниматели точно такие же, это такие же люди. Встреча собрала 3,5 тысячи участников из России, Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран. В течение двух дней делегаты обсуждали состояние и перспективы развития евразийской интеграции. При этом ключевыми направлениями стали агропромышленный комплекс, транспорт, цифровая экономика, экология. На уровне представителей местной исполнительной власти были подведены итоги сотрудничества и дальнейшего взаимодействия двух областей. Здесь же были подведены итоги конкурса «Бизнес-класс», прошедшего в формате телевизионного шоу. Идея понравилась. Конечно, мы этот конкурс видоизменим, может, формат некоторые поменяем, но суть этого проекта останется, то есть отбирать самых лучших поэтапно и при этом обязательно, чтобы был наставник. Потому что роль наставника, мы видели, насколько роль огромна и насколько наставник может двигать этих предпринимателей. По итогам конкурса «Октюбинское кондитерское предприятие» стало обладателем второго места и сертификата на 55 миллионов тенге. Кроме того, наш действующий проект по пантолечению занял вторую строчку в конкурсе фестиваля «Дива Евразии». Также в ходе проведения форума состоялась панельная сессия по вопросам поддержки женского предпринимательства и выставка продукции крупных компаний. Ирина Гути, Алексей Уразов, программа «Факт». Сотрудники Заречного отдела полиции стали чаще регистрировать преступления, совершенных несовершеннолетними. Если за 10 месяцев прошлого года на участке зафиксировано 13 правонарушений, в основном имущественного характера, то с января по октябрь 2017-го – 22. Октюбинские подростки совсем отбились от рук, стали чаще воровать, грабить и мошенничать. Об этом сегодня сообщили сотрудники Заречного отдела полиции, которые в целях предупреждения преступления наведались в гости к студентам сельхозколледжа. В ходе профилактической беседы правоохранители рассказали о последствиях нарушения порядка и призвали молодежь жить по закону. Нет взаимодействия между родителями, учителями и между нами. Скорее всего, одна из причин. И вторая причина, сами знаете, в соцсетях много чего сейчас показывают, доступ дети имеют на эти информации. Мне кажется, это влияет. Если за 10 месяцев прошлого года на участке зафиксировано 13 правонарушений, в основном имущественного характера, то с января по октябрь 2017-го – 22. В паре эпизодов засветились и воспитанники данного учебного заведения, признаются педагоги. Сегодня они состоят на учете и находятся на постоянном контроле взрослых. Предметы есть, специальные наводящиеся против правонарушений. Мы знаем, что такое преступление, какое наказание. У нас как бы работа в колледже проходит, и с нами педагоги работают, и соцпедагоги. Как считаешь, твои сверстники, насколько дисциплина? Мне кажется, когда мы только поступили, то дисциплина хромалась. Сейчас уже привыкли к колледжу, к четвертому курсу, и здесь свои нравы, свои усы, и уже воспринимаем это как положено, как должное. Профессии сельхозработников в стенах одного из старейших СУЗов области в настоящее время осваивают 1300 молодых актюбинцев, порядка 400 воспитываются в неблагополучных семьях. По словам руководства, все студенты на должном уровне охвачены вниманием педагогического состава. На базе колледжа функционирует 18 различных кружков и секция, в которых задействовано более 800 человек. Айсулу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». Где купить качественную шубу или любое другое изделие из натурального меха? Как не стать жертвой сомнительных распродаж и скидок? Почему нельзя доверять выездным ярмаркам, предлагающим верхнюю одежду по низкой цене? На эти вопросы сегодня ответили эксперты. Речь идет о выездных ярмарках, которые кочуют из одного города в другой. Механизм их работы прост. В средствах массовой информации запускаются рекламные ролики о грандиозных акциях. Затем, арендовав какое-нибудь помещение, недобросовестные продавцы выставляют на витрины меховые изделия, которые в народе называют неликвид. Изделия неважного качества, из старых коллекций, сшиты неизвестно кем и неизвестно где, которые выдаются за модели известных брендов. Тут главное не терять бдительности. Продавцы на подобных ярмарках рассчитывают на быстрые деньги и возможность быстро скрыться. Две недели, пока ярмарка работает, шубу купленную на ней можно проносить. А вот после того, как ярмарка закроется, куда идти жаловаться, если ваша шуба расползлась по швам? Каждый день жертвами ярмарок становятся сотни покупателей. Я не советую покупать шубу на ярмарке, так как сама купила шубу на выставке распродажи, обнаружила дефект, а у меня распродались шкурки под рукавом. Больше они не приехали. Претензию предъявлять в нее было бесполезно. Качество изделий и пошив оставляют желать только лучшего. Как я думаю, бесплатный сыр, он только в мышеловке. Помните две вещи. Хорошая шуба не может стоить дешево. Цена первая на то, что стоит обратить внимание. Обязательно берите все координаты продавца или изготовителя, у которого покупается изделие. С адресом, телефоном и заполненными по всей форме гарантийным талоном. Сертификатом на товар. Помните, добросовестный производитель отвечает за качество продукции. Покупайте изделие у проверенных производителей. Обязательно проверьте ярлыки на шубе. Качественное изделие обязательно должно отмечено маркировкой. Соблюдайте эти правила, не поддавайтесь на уловки мошенников. Помните, что только шуба фабричного производства с кизом и сертификатом качества гарантирует ее долгий срок службы. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание. И напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте rektv.kyz. А я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова